Здравствуйте, уважаемые слушатели! Как вы уже видели, данная лекция будет посвящена вопросам развития нравственного самосознания в новое время. Но это понятие связывается с возникновением и развитием капиталистической формации. И, соответственно, я буду анализировать те общественные процессы, которые связаны с развитием капитализма, и те установки нравственного сознания, которые отражают достаточно длительный период, начинающийся с XVI века и заканчивающийся уже XIX веком. План лекции. Будут рассмотрены предпосылки возникновения капитализма. Дальше в среднефеодальном обществе, дальше эпоха Возрождения и Реформации, капитализм XVII-XVIII веков, и в завершение два философа, которые, собственно, и представляют своеобразный итог нравственных исканий личности в этот период. Это Кант и Гегель. Общей причиной развития капитализма является зарождение элементов товарно-денежных отношений, развитие этих явлений в недрах феодального общества, которое, собственно, начинается еще с XIII века. В этот период развивается бурно-купеческая деятельность, в этот период зачастую происходит переход, связанный с тем, что оброк начинают брать не в натуральной, а в денежной форме. Церкви в это время играют роль своеобразных кредитных касс, то есть они сужают купцов, поддерживая их коммерческую деятельность. И в дальнейшем этот процесс приводит к тому, что начинают возникать мануфактуры, плавильни, предприятия, которые уже в какой-то степени являются элементами материальными капиталистического общества. Но первоначально капитал возникает как финансовый капитал, то есть возникают крупные торговые, ростовщические дела, дома. И этот капитал на первых этапах развития капитализма мало вкладывается в предприятия капиталистического типа. Так скажем, в Германии капиталы фугеров, вольдеров мало вкладывались в развитие мануфактур, в поддержание плавилин и так далее. Зачастую капиталы просто сужались членам императорской фамилии. А феодалы чувствовали себя еще достаточно уверенно вплоть до XVIII века. То есть развитие финансовых институтов, недров феодального общества привело даже к процессу своеобразной рефеодализации, процессу усиления феодальной эксплуатации. Потому что появилась, как я уже сказал, возможность собирать налоги, получать оброк в денежной форме. Потому что владельцы крупных денежных средств получили возможность нанимать за деньги себе наемные вооруженные отряды, которые позволяли усиливать феодальную эксплуатацию. Но феодалы при этом не были, конечно, такими субъектами, которых можно было бы назвать уже типичными капиталистическими предпринимателями. Наоборот, они тратили деньги, которые по существу получались уже за счет некоторых финансовых операций и торговых операций. Но деньги эти тратились еще в соответствии с установками сознания человека средневекового общества. То есть они тратились на увеселительные мероприятия, на приобретение феодальной собственности, таких как поля, леса различные, в которых организовывались парки для усиления. Опять же, эти деньги не вкладывались в развитие предприятий собственно капиталистического типа. И вот это обусловливает то, что развитие капиталистического общества шло достаточно сложно, что многие мануфактуры, которые первоначально возникли, крупные мануфактуры, они не стали предприятиями собственно капиталистического типа. Постепенно они разорились в силу того, что не было достаточно свободных рук, не было армии наемных рабочих, ну, в общем, не было хорошо известных вам по другим учебным курсам условий развития капиталистического общества. И так называемый дух капитализма, если использовать терминологию Макса Вебера, возник не в этой среде, то есть не в среде феодальных крупных хищников, не в среде владельцев крупных денежных капиталов, а возник он совсем в другой среде, в среде мелких производителей, немецких бюргеров, городских жителей, которые организовывали маленькие мануфактуры, на которых, собственно, трудились они сами, члены их семьи, и небольшое число наемных рабочих. Вот там-то и началось производство ради производства, а не просто производство ради потребления. Там-то и возникли соответствующие уже капиталистическому обществу установки нравственного сознания. То есть возник идеал бережливости, возникло желание увеличения капитала, которое было также связано с развитием религиозных мотивов, в частности, с развитием протестантизма, который возник в результате реформации католической церкви. Об этом я скажу чуть позднее. Так вот, эти мелкие производители, где, собственно, и начало развиваться, как таковое капиталистическое производство, они находились в крайне тяжелых условиях, в крайне тяжелых условиях, потому что подвергались эксплуатации со стороны различных социальных слоев, потому что они вынуждены были платить большие налоги за землю, потому что они вынуждены были покупать сырье. И настроение немецких бюргеров начала XVI века выливается поэтому во вселенский пессимизм, в ощущение своеобразного конца времени. Жизнь становится очень тяжелой. Отсюда в позднее Средневековье обостряется так называемая церетологическая проблематика. Это проблематика спасения, связанная с идеей спасения, в которой основное внимание уделяется надежде на жизнь после смерти. Отсюда, вот как показано на этом слайде, предвкушение бытия после смерти вытесняет рухнувшие надежды на устройство земной жизни. А самой популярной песней этого времени становится средневековая песня, переведенная Мартином Лютером, посреди жизни осуждены смертью. Это как раз связано, как я уже сказал, с теми тяжелыми условиями бытия, которые в это время сложились в среде городских жителей, где одновременно в то же время и возникает дух капитализма. Вот на базе этих процессов, а процессы были связаны с тем, что возникло сильное социальное напряжение, недовольство. Недовольство со стороны непосредственных производителей этих мелких бюргеров, недовольство со стороны крестьян, подвергающихся еще более сильной феодальной эксплуатации. Недовольство со стороны той культуры, которая развивалась на базе независимых городов, потому что в них они стали ощущать воздействие сильных сил национальных монархий. Эти города начали в большей степени притесняться, чем это было в средний период развития средневекового общества. И, собственно говоря, вот эти процессы, они вызывают возникновение двух таких конкурирующих, что ли, парадигм нравственного сознания. Одна парадигма связана с эпохой Возрождения. Вам хорошо известно это название. Это эпоха, которая сделала последнюю попытку, так сказать, подведения итогом развития средневекового общества, развития той культуры, которая была в средневековом обществе связана с жизнью свободных городов. Вот это эпоха, в которой был возвеличен человек, и которая, собственно, сделала попытку по-новому понять человека. Ну и в то же время многие деятели этой эпохи выступали за некоторую реформу, за совершенствование вот католической церкви, потому что церковь в это время стала, вот, развилась практика индульгенции, это плата за отпущение грехов, что, так сказать, было, конечно, искажением исходных принципов христианской религии. Монастыри стали тоже брать плату, в общем, возникла идея, что достаточно пожертвовать деньги какому-то монастырю, и ты будешь уже спасен, освобожден от всех грехов. Эти процессы не устраивали, конечно, многих, вот, кто сохранил иные установки нравственного сознания, кто имел иные основания веры. Вот. И, с другой стороны, конкурирует с эпохой Возрождения, это уже эпоха реформации, которая выступила за более радикальную изменения христианской церкви, выдвинула новые принципы некоторой отношения человека с Богом, и социальной базой эпохи вот, идеи реформации было, было уже не развитие свободных городов, в частности, вот, городов северной Италии, а было усиление национальных монархий. Поэтому, в конце концов, несмотря на частичное совпадение по историческому времени, и, несмотря на конкуренцию идей, продолжающейся в течение определенного исторического времени, победила все-таки эпоха реформации. Эпоха реформации, потому что она была связана, идеи, высказанные в реформацию, в частности, идеи, высказанные Лютером, были связаны с сильной национальной идеологией, с необходимостью для ряда государств приобрести такую идеологию, и это отвечало историческим процессам. Ну, я первоначально перехожу к характеристике эпохи Возрождения. Значит, эта эпоха очень неоднородна, по своим взглядам. В ранний период там были высказаны гуманистические идеи, связанные с антропоцентризмом, это такие философы, как Лоренцо Валло и Монетти. Человек был поставлен в центр внимания, человек с его чувственностью, с его желаниями, в том числе чувственными желаниями. Во второй период, в средний период развития эпохи Возрождения, на идеи гуманистов оказали влияние неоплатоники, там развивается ряд мистических идей, но в то же время идей, которые достаточно оригинальным образом повлияли на представление человека о самом себе. В эпоху Возрождения можно также увидеть достаточно радикальные политические идеи, высказанные, скажем, Томасом Мором, идеи радикального переустройства общества, высказанные Джордана Бруно. Можно увидеть сомнения в некоторых установках нравственного сознания идеи, высказанные такими мыслительными, как Макиавелли, допустим. И некоторые философы вообще считают, что по существу в философском плане эпоха Возрождения не внесла ничего нового в развитие философской мысли. Но я думаю, что это, конечно, неправильно. Дело не в том, что даже в эту эпоху не были предложены определенные новые понятия, новые философские категории. Дело прежде всего в том, что было переосмыслено само понятие человека. Как раз, что для нашей темы очень важно, возникло понятие о человеке как свободным, недетерминированным полностью какими-то внешними природными или божественными обстоятельствами жизни, условиями его бытия. в силу этого как раз и возникло представление о человеке как субъекте, который сам выбирает на свой страх и риск в известном смысле ориентиры, которые могут дать ему основания для практической ориентации поведения. Если характеризовать ранние идеи, то они были связаны с развитием человеческой чувственности, как я уже сказал. И, скажем, здесь можно назвать такого философа Лоренца Вала, который задает такой вопрос. В чем был бы смысл возвращения тел, если бы мы не имели ничего более, чем имели бы без них? Ну, имеется в виду возвращение тел в результате христианского понятия воскресения. Используя по существу те же самые религиозные термины, данная эпоха переосмысливает многие традиционные установки сознания. В частности, это связано с тем, что человеческая чувственность занимает гораздо более высокую позицию во взглядах философов эпохи Возрождения, чем она занимала в предшествующий период. Вот. Поэтому, кстати, это соответствует христианской идее о том, что сохраняется не только душа, но и воскресает тело. Лоренцо Вала ставит вопрос более радикально. А для чего оно воскресает? Не только для того, чтобы продолжалась чисто душевная, разумная, рациональная деятельность, но и для того, чтобы в раю человек мог чувствовать более качественно, что ли, для того, чтобы его удовольствия в раю были больше, чем те удовольствия чувственные, которые он способен получить на земле. Видите, как радикально ставится вопрос? Чувственные удовольствия здесь занимают очень большую роль. Лоренцо Вала говорит даже о том, что и ангелы, несмотря на то, что они не имеют такого тела, как у человека, способны иметь чувственные удовольствия. Они, с точки зрения Лоренцо Вала, испытывают чувственные удовольствия тогда, когда им удается спасти от греха какую-нибудь заблудшую душу. То есть, им доступны такие состояния. Лоренцо Вала решительно выступал против того, что может быть названо абсолютистской моралью, против идеи о том, что нравственность существует как бы для самой себя. Он сравнивает роль морали с лекарством, говорит, для чего мы принимаем лекарства, ведь не ради же него самого. То есть, лекарства мы принимаем, в том числе идем на определенные ограничения и в наших чувственных удовольствиях. Не ради самих этих ограничений, а ради того, чтобы вернуться потом к более полноценной здоровой жизни и снова испытывать чувственные удовольствия. Таково же и назначение добродетеля, говорит Лоренцо Вала. То есть, назначение добродетеля, конечно, в некотором ограничении необходимо. Но делается это все для того, чтобы потом человек мог приобрести какие-то преимущества, то есть, для того, чтобы жизнь его стала более качественной, более наполненной, чем жизнь лишенная, соответственно, индивидуальных проявлений, чувственных удовольствий и вообще всего того, что может быть связано с человеческими собственными проявлениями, то есть, того, в чем человек может реализовать себя как самостоятельный индивидуальный субъект деятельности. Вот еще один философ, о котором я хочу здесь сказать и идеи которого очень знаменательны в плане того, о чем мы сейчас говорим, это Иразм Роттердамский. Вот он пишет, одна из его работ называется весьма знаменательно «Похвала глупости». Написана она в такой юмористической форме, там как бы глупость выходит на трибуну и начинает говорить, что вот без меня вообще невозможно было бы развитие никакого человеческого рода, потому что, ну подумайте, какой бы, например, мужчина согласился вступить в брак, рационально обдумав все последствия этого шага. «Да никакой бы не согласился», говорит глупость. Или какая бы женщина согласилась второй раз рожать, вспомнив, какие муки принесла, так сказать, ей, принесли ей рождение первого ребенка. Вот. Ну, у меня, говорит глупость, есть союзники, есть лето богини, забвение, поэтому женщина забывает о том, как ей было сложно, идет на второе рождение. Вот. Мужчина тоже женится, не обдумывая до конца последствия этого шага. И в этом, собственно, и состоит во многом специфика человеческого бытия, в том, что человек не до конца рациональное существо. Вот. И с этим, собственно говоря, можно согласиться, если бы мы были совершенно рациональными, то для нас эмоции вообще были бы неважны, мы действовали бы, как я уже говорил вам это, как некоторый совершенный компьютер, который все просчитывая, принимал бы решение. Вот свою мысль Иразум Роттердамский подтверждает такими любопытными словами, которые также приводятся в этой работе похвала глупости. Пусть философы, говорит он, если им это нравится, носятся со своим мудрецом, пусть никого не любят, кроме него, пусть пребывают с ним вместе в государстве Платона или в царстве идей или в садах Танталова. Кто не убежит в ужасе от такого существа, ни то чудовище, ни то привидение, недоступного природным чувствованиям, не знающего ни любви, ни жалости, твердого камня подобного. Какое государство согласилось бы поставить над собой подобного правителя? Какое войско последует за подобным вождем? Какая женщина изберет себе такого супруга? Кто согласится иметь за столом такого сотрапезника? Какой раб снесет иго господина, обладающего подобным нравом? Кто не почтет ему последнего дурака из простонародня, который равно способен и повелевать глупцами, и повиноваться им? Ну, вот, видите, в этом высказывании, которое мне очень нравится, совершенно очевидно подтверждаются те мысли, о которых я только что рассказывал, что человек не может быть понят как до конца рациональное существо, что он также существо эмоциональное, и, собственно говоря, вот, особенность его бытия заключается в том, что он не все до конца знает, поэтому часть решений он принимает просто на основе каких-то вероятных предположений, не зная точно, каковы будут последствия этих решений. Вот это очень важная мысль для понимания человеческой субъективности, и высказана она именно в эпоху возрождения, и, к сожалению, дальше в философии 17 века, о которой я буду позднее говорить, эти идеи были утрачены, снова, так сказать, возник образ вот такого бесстрастного, рационального, контролирующего свои эмоции мудреца. Вот, ну, предложив подобное решение, поняв человека как человека до конца, в общем-то, неопределенного со стороны неприродных, небожественных структур, как, собственно, с этим связано понимание субъективности человеческой, деятели Ренессанса испытали некоторое, что ли, вот, разочарование, то есть, они, собственно говоря, не знали, какую философскую концепцию им нужно принять, какие идеи, так сказать, они могут вот принять, как идеи, обладающие безусловной истиной. Поэтому некоторые исследователи данной эпохи, вот, в частности, известный философ Лосев говорит, что самые великие деятели Ренессанса всегда чувствовали какую-то ограниченность человеческого существования, какую-то его беспомощность в преобразовании природы, в художественном творчестве, в его религиозных постижениях. В эпоху возрождения была высказана известная идея микрокосмоса. Собственно, была высказана она даже не в эпоху возрождения, а еще раньше эту идею знала античность, идею это знала патристика, но параллельность между макро- и микрокосмосом в эпоху патристики трактовалась все-таки на основе идеи богоподобия, то есть какие-то параллели здесь проводились в силу того, что бог создает и космос, и человека, отсюда, так сказать, можно найти некоторый параллель, некоторое подобие между космосом и человеком. Эпоха возрождения формулирует идею более радикально, то есть человек начинает восприниматься как подобие космоса в силу того, что в нем как бы заключено все то знание, которое может присутствовать в космосе. В некоторых радикальных концепциях, таких как, например, концепция парацельца, предполагалось существование особой среды эфира, благодаря которой человеческая душа имеет мистическую связь с космосом, и в силу этого человек, предпринимая некоторые магические действия, оказывается способным воздействовать на природу без использования каких-то специальных технических средств. Эпоха возрождения это такая эпоха, которая искала философский камень, эпоха, которая считала, что за счет алхимических опытов можно будет найти способ производства золота, то есть все эти идеи, они, конечно, связаны с верой в силу человека, но эта сила понимается в мистическом плане, то есть не сила, которая будет реализована через создание каких-то технических средств, специальных устройств, а просто такая сила, которая заключена в человеке именно в результате его подобия с космосом, в результате его способности воздействовать на природные стихии за счет, в частности, концентрации своих умственных усилий, или просто за счет того, что он нажимает на какие-то неведомые рычаги природы, вызывая далее причинно обусловленную цепь природных событий. Идею микрокосмоса можно понимать и по-другому. Это идея, так сказать, что в человеке заключено некоторое подобие божественному творчеству. Это идея, которая как раз развивается на базе неоплатонизма, потому что в неоплатонизме, как вы помните, я вам рассказывал, в уме, в определенной сфере бытия существует самосозерцание форм, и человек тоже с точки зрения такого подхода может рассматриваться как творец форм, который уподобляется божественному творчеству не в том смысле, что он создает какие-то материальные структуры, а просто в том, что он способен созерцать формы, способен свободно придумывать какие-то формы. Это будет уже другая интерпретация, связанная с развитием тоже мистических элементов на базе неоплатонизма, но эти элементы, конечно, уже совершенно отличаются от магического понимания. Но, несмотря на эти разные интерпретации, принципиальным является то, что та тенденция, которая возникла на базе неоплатонизма, именно она привела к новому представлению о человеке как субъекте. Вот здесь я хочу вам привести слова одного философа Пикаделла Мирандолы из его знаменитой «Речи о достоинстве человека». Не даем мы тебе о Адам неопределенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Ты, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению. Как раз данное положение подчеркивает то, что собственно говоря человек и становится как-то, то есть он осознает себя в качестве субъекта именно в эпоху возрождения, тогда, когда он понимает, что его жизнь до конца не определена ни природными, ни божественными структурами. Вот. Эта ситуация правда вызвала своеобразную нравственную реакцию. Если человек не определен до конца никакими структурами, вот, возникает, как вы понимаете, некоторая свобода, неопределенность. И эта свобода может привести к выводам, в том числе выводам безнравственного характера, который, собственно, можно и наблюдать вот в позиции, ну, скажем, того же Лоренцо Вала, когда он говорит, ну, какой, например, смысл жертвовать жизнью за Родину. Все равно не увидишь ее процветания. Значит, не имеет смысла. Или говорит, что когда человек голоден, он может идти на многие преступления, ибо собственным спасением оправдано все. Вот, ответ на эту неопределенность был дан, опять же, Иразному Роттердамским, который, на мой взгляд, очень оригинально показал, что нравственное поведение может строиться на разных основаниях. Если человек не Божьей справедливости не боится, если не надежда на бессмертие, не страх вечного наказания не мешает ему, если не препятствует ему даже тот врожденный стыд греха, который способен удержать и души язычников, пусть его устрашит тысячи неприятностей, которые преследуют грешника в этой жизни, бесславие, потеря имущества, нужда, презрение и ненависть добрых людей, страх, беспокойство и тяжелые муки совести. Вот здесь показывается как раз очень интересно, что значит для верующего человека может быть вера основанием его нравственности, для того, кто не верит еще в христианского Бога, представление какие-то о совести, кого это не сдерживает, он может быть нравственным просто потому, что боится осуждения со стороны других людей. И в действительности в реально функционирующей морали эти разные основания имеют свое место. То есть мы можем говорить о том, что мораль поддерживается разными рычагами, это одно из действительно специфических свойств существования морали и нравственного самосознания личности. В эпоху реформации происходит отход от тех идей, которые были высказаны эпоху возрождения. Происходит возвращение к так называемой теологии воли, более ранним идеям, патристики, а не схоластики. В частности, к идее о предопределении одних людей к вечной жизни, а других к вечной смерти. Вот эта идея и была использована Лютером, который выступил зачинателем реформации христианской церкви. Суть идеи заключается в том, как я уже сказал, что кого-то Бог произвольным решением приговаривает к спасению, а кого-то произвольно обрекает на смерть. но это никому не известно, поэтому единственный способ проверить это это увидеть подтверждение своей избранности в успехе своих земных дел. То есть, если какое-то дело, которое вы осуществляете у вас получается, это означает, что вы можете считать, что вы избраны и вам гарантировано спасение. Ну, а если не получается, то тогда вам нужно думать о том, как бы начать другое дело, которое станет у вас получаться, чтобы все-таки быть уверенным в том, что вы избраны к спасению. То есть, оригинальность идеи заключается в том, что человек изначально не знает, в какой ситуации он оказывается, и поэтому у него всегда сохраняется надежда на то, что он все-таки избран, и он найдет свое призвание. Категория призвания это одна из существенных категорий протестантской этики. Значит, и дух капитализма, о котором я говорил, который развивается в среде немецких бюргеров, во многом он тоже поддерживался именно протестантскими идеями. То есть, если вы бережливы, если вам удается накопить капитал, при этом вы себя во всем ограничиваете, то есть, вы не тратите деньги на личное потребление, но это не имеет значения, потому что сам факт накопления капитала свидетельствует о том, что вы избраны со стороны Бога, и вам будет уготована будущая жизнь, хорошая в раю. Оригинальная характеристика этой позиции дана Фейербахом. Он говорит, что учение Лютера это гимн Богу и пасквиль на человека, но оно является нечеловеческим только в зачине, а не в развитии, в предпосылках, а не в следствиях, в средствах, но не в цели. То, что Лютер отнял у тебя, как у человека, он возместил тебе в Боге и при том в сторице. Значит, ну почему возместил в Боге и в сторице? Потому что получается, что именно такая позиция дает человеку значительную надежду и дает ему прежде всего желание участвовать в земных делах. Протестантизм, вообще говоря, оказал очень серьезное воздействие не только на философские концепции, но даже на науку нового времени, потому что именно протестантизм содержал идею о том, что человек напрямую общается со святым духом. Вот сам Лютер говорил, что вот то, что я утверждаю вам, свои идеи, это мне просто сообщено святым духом и я не нуждаюсь ни в каких доказательствах этих идей. И раз Мортердамский, который вел с Лютером открытую дискуссию, очень оригинально говорил, что вот пророки прошлого, они творили чудеса, чтобы им верили. А Лютер не творит никаких чудес и почему-то заявляет, что мы должны ему верить то, что ему сообщил святой дух. Но тем не менее, именно такая позиция, заявившая претензии на субъективное общение со святым духом, она способствовала возрастанию представления человека о своей собственной нравственной ответственности. Вот в науке нового времени появляется такой элемент, как гипотеза. Что такое гипотеза? Это вот предположение об интерпретации каких-то фактов, которые данный ученый на свойство страх и риск предлагает научному сообществу как свою собственную гипотезу. По существу это выход на историческую арену нового субъекта, самостоятельного субъекта, который самостоятельно принимает решения, который утверждает свои позиции, предлагает свои концепции, осуществляет какую-то деятельность, в которой он чувствует призвание. Еще одна важная идея для протестантизма, для протестантской этики, это идея призвания. Один из лидеров протестантизма Бакстер такой, он говорит, что на вопрос о том, чувствуете ли вы, например, необходимость, то есть имеете ли вы необходимость к аскетизму, к тому, чтобы стать монахом, отречься от земного бытия, вот, или, так сказать, это совсем не является необходимым. Он отвечает так, что да, вы можете стать монахом, вы можете жить аскетом, но только в том случае, если вы чувствуете к этому призвание, если же вы не чувствуете к этому призвание, если ваше призвание в другом, ничуть не менее, так сказать, нравственным является самореализация в другой сфере деятельности. Вы можете быть купцом, можете быть первооткрывателем, вот, можете быть ученым, если вы чувствуете к этому призвание, пожалуйста, вы можете реализовывать себя в этих видах деятельности, и это будет означать, что именно это угодно Богу. Вот, например, он говорил, какое наслаждение испытывали изобретатели морской карты, магнитного притяжения, книгопечатания, ружей от своих изобретений? Какое удовольствие испытывал Галилей от своих исследований с помощью телескопа неровностей и затемненных частей Луны. То есть, видите, здесь совсем не отрицаются какие-то виды земной деятельности. Наоборот, чувствуется призыв к участию в этих видах деятельности. Сторонник более радикальной реформации по сравнению с Лютером Кальвин говорил, что вообще бытие человека развивается как бытие под благодатью, под расширяющейся благодатью. Поэтому человек должен расширять свои усилия для того, чтобы стяжать божественную благодать. И вот в более масштабных делах, своих земных делах, он чувствует все больше и больше подтверждения своей богоизбранности. То есть, как вы видите, протестантизм очень отвечает как раз условиям выхода на арену самостоятельной исторически независимой личности. Теперь я перехожу к следующему вопросу уже. Это нравственное сознание, развитие установок нравственного сознания в XVII веке. И хочу обратить здесь внимание на то, что в начале XVII века были опубликованы работы множества античных авторов. Вот, например, Гассенди о жизни и смерти Эпикура. Его же свод философии Эпикура. Чарльтон Эпикура и его мораль. Стэнли в это время публикует историю философии, где подробно рассматриваются древнегреческие атомисты. Переводится поэма «Лукреция Кара» о природе вещей. С чем же связан такой интерес к древнегреческим атомистам? Очевидно, их взгляды отвечали на какой-то философский мировоззренческий запрос. XVII век также известен как век развития механического мировоззрения, век механики. И очень часто механика трактуется в том смысле, что изобретения были нужны для развития капитализма, для создания машин. Но такая точка зрения в действительности очень мало соответствует реальности. Вот, например, на этом слайде показано, что паровая машина, изобретенная даже уже в XVIII веке, это изобретение было сделано Уатом, который был часовщиком. Цирюльник Аркайт изобрел предельную машину в 1738 году. Рабочий ювелир Фултон Пароход в 1807 году. Вот, это были люди, которые не имели никакого специального образования, они не были учеными. И я привел это просто для того, чтобы показать, что как таковая, как наука, механика не была нужна даже для тех изобретений, которые составили основу позднейшей промышленной революции. Совершенно очевидно, что в самом механическом воззрении, в том числе и в обращении к взглядам античных авторов, таких как Эпикур, для которых атомистическая картина мира играла определенную роль, философы того времени пытались найти ответы на мировоззренческие вопросы. И как ни странно, машина-механизм в эту эпоху становится, ну, своеобразным, таким странным учителем нравственности. То есть механизм, почему начинают делать механические игрушки, кстати, делали еще даже в эпоху Возрождения, потому что вот в работе какой-то механической машины видится образец контроля человека над своими эмоциями. Механизм работает четко, без эмоций, без отклонений. То есть это выдвигается в качестве того идеала, к которому человек должен стремиться. Вообще, если характеризовать вместе установки нравственного сознания и 17-го и 18-го века, то здесь вы можете столкнуться с такими понятиями, как рационализм. Вот это как раз познание опоры на общие принципы, общие понятия. Сенсуализм – это апелляция к человеческой чувственности. Натурализм – это поиск природных оснований нравственности. И пантеизм. Пантеизм – это растворение Бога в природе, когда считается, что Бог поддерживает развитие всех природных сущностей, в том числе и человека. У философов 17-го и 18-го века эти понятия, которые являются центральными для философов этого периода, комбинируются различным образом. Кто-то уделяет больше внимания рациональным принципам, преодолению своей чувственности. Кто-то, наоборот, считает, что нравственные чувства способны в большей степени, чем рациональное представление, дать человеку правильные моральные ориентации. Некоторые философы, такие как Гоббс, искали, например, отдельные основания нравственности в природном законе. Ну и пантеизм – это точка зрения, которая в основном используется в нравственности для объяснения высших форм нравственной активности. Она была, например, представлена уже у Джордана Бруно, который считал, что в природе действует героический энтузиаст, который преобразует реальность, но преобразует он ее благодаря постоянной поддержке Бога. Потом эти идеи можно найти и у более поздних философов, в частности, у Канта, о котором я дальше буду говорить. Среди философов, которые относятся к XVII веку, можно указать таких, как Томас Гоббс, автор известной теории общественного договора. Вот он как раз обращается к природному, естественному закону. Почему? Потому что считает, что вот люди заключают договор, чтобы преодолеть ту войну всех против всех, которая имеет место в естественном состоянии, в естественной организации. Вот. И за договором как бы следит правитель в государстве. То есть он... Но возникает вопрос, а чему же должен подчиняться сам правитель? То есть правитель следит за соблюдением договора, за исполнением законов, но сам он чему-то подчинен или нет? Гоббс говорит по этому поводу, подчинен естественному закону, который является вот некоторым природным основанием нравственности. Основателем вообще философии и в значительной степени науки нового времени считается Декарт. Для его взглядов характерны такие установки вообще для XVII века, как рационализм и стоицизм. Значит, здесь я должен немножко разъяснить, что вообще в XVII век, конечно, это развитие капитализма, но это еще очень тяжелые условия, это первоначальное накопление капитала. Так что, с одной стороны, человек здесь действует как рациональный субъект, который пытается с помощью разума предпринимать какие-то действия, но также большое внимание уделяется его чувственности. То есть, человек действует и как эмпирический, чувственный субъект. То есть, он стремится к радости. Категория радости играет, например, большую роль в философии Спинозе. Он говорит, что, собственно, в наших нравственных установках мы стремимся к радости, мы стремимся к счастью, хотим сделать нашу жизнь более счастливой. То есть, это все условия так называемого эмпирического бытия субъекта, где он описывается в большей степени с позиции категории чувственной морали. Но на высших уровнях бытия субъект становится как раз рациональным, что ли, субъектом, который преодолевает свою чувственность. То есть, получается так, что на эмпирическом уровне человек действует как активное чувственное существо, стремящееся к простым своим желаниям. Но своим разумом, высшим уровнем своего бытия, он понимает, что это не может быть, так сказать, верхом его стремления. И на рациональном уровне своего бытия он понимает, что в мире все причинно обусловлено. Поэтому для Спиноза, для Декарта образ механического мышления – это образ причинно обусловленного мира, в котором, собственно говоря, от человека ничего не зависит, в котором все детерминировано. И поэтому, собственно говоря, человек и не может ничего изменить в этом мире. Вот такие, казалось бы, две несовместимые установки. С одной стороны, действуй активно, пытайся чего-то достичь, а с другой стороны, все заранее детерминировано, в общем-то говоря, твоя активность никакой роли и не играет. Но именно вот такое соединение противоположных тезисов было специфичным для нравственного сознания человека 17 века. Потому что, как я уже сказал, условия жизни его были очень тяжелые. И когда вот у него что-то не получалось, то образ причинно обусловленного мира был для него своеобразным утешением. То есть, если что-то не получилось, если ты разорился, если попал в беду, образ вот причинно детерминированного мира, идея о том, что изменить ничего нельзя, по существу и являлась таким своеобразным утешением. Поэтому для этики, вот здесь в заглаве некоторых слайдов это было вынесено, и являются принципиальными две такие установки в 17 веке. Это рационализм и стоицизм. Стоицизм – это уже известная вам концепция, это концепция спокойного отношения к миру. Основанием для этого в 17 веке как раз является идея о том, что изменить в мире по существу ничего и нельзя. У Спиноза, например, такое видение мира, как цепь причин, дается в интуитивном познании. То есть, кроме обычных видов познания, чувственного, рационального, у него есть еще интуитивное. Вот интуитивное как раз и дает видение мира как связи всех причин, из которого становится понятным, что изменить по существу нельзя. Ну и та же идея проявляется у Декарта в его трех правилах морали. Вот эти правила я вам сейчас назову. Значит, подчиняйся обычаям страны и наиболее умеренным мнениям людей, с которыми доведется жить. Оставаться, возможно, более твердым и решительным в действиях согласно однажды принятому, пусть даже сомнительному мнению. Видите, вот очень интересно это. То есть, когда-то сомнения были, но когда начал действовать, уже сомневаться нельзя. Стремление, третье, всегда побеждать скорее самого себя, чем судьбу, и менять скорее свои желания, чем порядок мира. Первые два правила относятся к эмпирическому уровню бытия субъекта. То есть, там предлагаются реальные процедуры, способствующие активному бытию в этом мире. В частности, призывается следовать однажды принятому решению. А последнее правило говорит о стоической установке сознания, которое возникает на высшем уровне бытия, когда человек понимает, что изменить ничего нельзя. Философ, который может быть рассмотрен как завершающий идеи XVII века и уже начинающий переход по XVIII веку, это Джон Лок. Он известен в этике как человек сторонник сенсористической теории познания. Но в то же время у Лока есть интересная идея о различии первичных и вторичных качеств. То есть, некоторые качества, с его точки зрения, дают нам качество предметов, мы можем воспринять в непосредственном виде. Это такие качества, например, как протяженность, вес. А другие качества, такие как цвет, запах, зависят уже целиком от того, как субъект интерпретирует этот предмет. Из данной идеи потом развиваются многие интересные положения, связанные с философией Канта, вот с представлением о самом субъекте, как субъекте, который всегда интерпретирует мир. То есть, из идеи о том, что мир не дан нам очевидно через наши органы чувств. Ну и Лок также вошел в историю этики как философ, который уделял много внимания принципам организации современного государства, который, собственно, предложил и отстаивал необходимость разделения исполнительной, законодательной власти. Он говорит, в отличие от Гоббса, несколько по-другому рассматривает естественное состояние, говорит, что там, конечно, имели место вооруженные конфликты, но там каждый человек защищал сам себя. То есть, он руководствовался естественным законом, природной нравственностью, это был для него как бы закон, и он опирался на свою силу в своей собственной самозащите. Что же касается периода, когда возникает государство, то собственной силы становится недостаточно, поэтому исполнительные органы государства, органы исполнительной власти берут на себя функцию защиты. Граждане передают свою силу самозащиты органам государства, а законодательные органы государства берут на себя функцию трактовки естественного закона. В результате этого возникает необходимая для жизни гармония. Что же касается его нравственных идей, то тут можно отметить сочинение Лока по веротерпимости. Он выступал за толерантность, за терпимые отношения ко всем людям и очень оригинально выводил это из факта сомнения. То есть, с его точки зрения надо относиться терпимо к другому человеку, потому что у нас нет точной уверенности в том, что, так сказать, наше знание истинное. Видите, в отличие от философов начала 17 века, в конце 17 века и далее, особенно в 18 веке уже появляются сомнения в том, что человек может достичь истинного знания. И по существу в идеях Лока появляется также очень важное представление о конвенциальности знания, то есть представление о том, что многие истины человек принимает просто по соглашению. Это в том числе и относится к ряду положений морали. То есть, здесь мы сталкиваемся с принципиально иной установкой по сравнению с философами 17 века и по сравнению с многими другими философами, которые стремились к окончательному знанию. Значит, это продолжение той линии, которая как раз, кстати, например, была характерна и для Эпикура. То есть, поиск ответа на вопрос о том, а как же жить, если нет такого вот знания окончательного? Какие принципы могут быть предложены для нравственного поведения, если мы не способны получить окончательное знание? Что касается 18 века, то это период уже более окрепшего капитализма с меньшими социальными конфликтами. Поэтому здесь преобладающими установками нравственного сознания являются и в демонизм, это стремление к счастью, и также сенсуализм, это чувственность, чувственные стороны в процессе познания и представление о нравственных чувствах. То есть, попытки саму мораль также обосновать, исходя не из каких-то рациональных критериев, а исходя из человеческой чувственности. Ну и тут можно выделить две такие линии. Одна линия, так называемая, революционно-критическая, к ней, например, относятся такие философы, как Мандевиль, Гельвеце, это последний французский материалист известный. Идея здесь заключается в том, что если общество как бы не дает возможности создать условия для счастья, для нормального удовлетворения человеческой чувственности, то такое общество должно быть изменено, должно быть организовано общество на основе более рациональных принципов. Отсюда это называется вот такая революционно-критическая линия. И другая линия, это гармонизирующая линия. Здесь можно назвать таких философов, как Хатчессон, Вольтер, Юм, Дидро. Но Хатчессон это известный автор теории нравственных чувств. То есть здесь она называется гармонизирующей, потому что полагается, что нравственные чувства и мораль вообще играют в обществе именно гармонизирующую роль. То есть с помощью нравственных чувств мы можем отнестись к другому человеку милосердно. Мы можем помочь ему, помочь причем даже тогда, когда он и сам виноват в своем плачевном положении. Ну, например, когда он не очень хорошо работал, если он вообще лентяй, если он стал нищим, потому что, так сказать, он не смог в чем-то преодолеть себя. Но нравственные чувства все равно зовут нас к сопереживанию, к тому, чтобы помочь этому человеку, потому что мы испытываем к нему вот некоторую симпатию, потому что мы понимаем, что мы сами могли бы в силу каких-то обстоятельств оказаться в его положении. Вот, соответственно, нужно ему помочь. То есть благодаря нравственным чувствам в те социальные конфликты, которые реально имеют место в обществе, вносится определенная гармония. Вот Юм, например, говорит, представляется очевидным, что конечные цели человеческих поступков ни в коем случае не могут быть объяснены, исходя из разума. Но полностью опираются на чувство привязанности людей, вне какой-либо зависимости от их интеллектуальных способностей. Ну, у Юма вообще очень интересная и нравственная теория, я могу только кратко о ней сказать, что в основе этой теории лежит представление о справедливости, которое доступно с точки зрения Юму каждому человеку. То есть каждый человек хочет, чтобы у него не отнимали его собственность, чтобы он имел неотъемлемые права, и это является понятным и естественным. Но не каждый человек хочет быть справедливым, как бы Юм говорит, потому что он может думать и по-другому, может думать, ну, другие будут справедливыми, а я где-то могу пойти на сделку со своей совестью. Вот. От этого мне будет только лучше. А что же останавливает нас принимать такие решения? С точки зрения Юма останавливает симпатия. Какая симпатия? Симпатия к тем людям, которые справедливы. То есть человек сначала испытывает симпатию к другим людям в силу того, что наблюдает их справедливые поступки. И потом уже в силу эмоционального резонанса он как бы хочет становиться справедливым и сам, потому что он доходит по Юму до исходной причины, анализируя свои чувства, обращая свое нравственное самосознание на самого себя. То есть пытаясь ответить на вопрос, а почему же я испытываю симпатию к тем людям, которые справедливы. Доходит тем самым до более глубокого понимания того, что есть справедливость, и отсюда хочет быть справедливым сам. Вот такая достаточно интересная нравственная теория. Вот теперь я перехожу к последнему вопросу нашей лекции, где будет анализироваться философия Канта и Гегеля. Это крупнейшие мыслители, заложившие вот две определенные различные тенденции в рассмотрении морали. Это тенденция, с одной стороны, Кантом предложенная рассмотрение автономного способа обоснования морали, это выведение морали из нее самой как бы. И другая тенденция, которая была связана в философии Гегеля с историческим пониманием нравственности. То есть во многих тезисах Канту противоположно, в том, что мораль исторически относительна, что каждый класс, каждый народ является носителем своей морали, что в истории человечества происходит последовательная смена различных теорий морали. Но сейчас я подробнее сначала скажу о Канте. Кант критикует все моральные теории прошлого за так называемую натуралистическую ошибку. То есть за идею о том, что мораль может быть выведена из чего-то внешнего, допустим, из рациональных принципов государственного устройства. И предлагает автономный способ обоснования морали, связанный с попыткой вывести мораль из нее самой. Значит, Кант не сразу в своей философии пришел к таким выводам. Он очень долго занимался другими вопросами, в частности, вопросами теории познания. Но они во многом оказались связанными с его нравственной теорией. То есть, если кратко суммировать, можно сказать, что Кант как бы попытался дать ответ философии 17 века. То есть ответ вообще на вопрос, а как же может быть человек нравственным в мире, если в нем все причинно обусловлено? Как он может принимать нравственные решения? И ответ Канта заключается в том, что мы с вами принадлежим не только к вот этому причинно обусловленному миру явлений. И наша информация об этом мире, вообще говоря, неполная. То есть наши чувства не могут нам дать полной информации об этом мире. Потому что человек сам создает себе, то есть он сам интерпретирует этот мир благодаря тому, что подводит наше чувственное восприятие под некоторые априорные, имеющиеся у самого субъекта формы чувственности. И далее в разуме подводит эти чувственные восприятия под категории, имеющиеся тоже априорные, то есть доопытные пространства и времени. Ну, я понимаю, что это звучит несколько сложно, но по существу это ответ на вопрос, откуда в знании берется всеобщее, когда в чувственных ощущениях или общее, когда в чувственных ощущениях его нет. То есть вот пальцами там ощупывая какие-то предметы, я вижу только длинное, короткое, холодное, горячее. Откуда же тогда у меня, например, возникает образ стола, как какой-то целостной вещи? По канту это все зависит уже исключительно от субъекта, от нашей интерпретации мира. Но что следует из такой теории? Что следует из такой теории? Из этого следует, что мир, который мы воспринимаем, собственно говоря, не является окончательным каким-то подлинным миром. Это по канту лишь ограниченный для нашего знания мир явлений. Вот что же касается другого мира, то этот мир Кант называет интеллигибельным, производя его вот интеллигенция, разумность. И он говорит, что принадлежность человека к этому интеллигибельному миру, собственно, и дает нам надежду на то, что мы можем быть нравственными. То есть если в пространственном мире, мы разделены как пространственные существа в мире явлений, у нас есть эгоистические интересы, мы противостоим друг другу, стремимся, значит, как-то друг друга притеснить, чтобы реализовать собственные эгоистические желания, то предположение о существовании иного интеллигибельного или трансцендентного мира дает нам возможность говорить о том, что мы объединены в этом мире как существа нравственные. То есть там уже нет такого противостояния эгоистических интересов, там все люди Земли, по-видимому, с точки зрения Канта, и те, которые жили и до нас, потому что Кант допускал постулаты бессмертия в своей теории, все люди своей принадлежностью к этому миру оказываются объединенными некоторой нравственной связью. Вот, но суть вопроса оригинальной теории заключается в том, что уже находясь в этом обычном земном мире, а может быть нам с точки зрения Канта суждено в нем быть и не один раз, потому что в одной из своих первых работ Кант допускает идею реинкарнации, то есть перевоплощение, снова возвращение человека к земной жизни, значит, получается, что уже в этом земном мире мы все же должны действовать как нравственные существа, как если бы мы постоянно чувствовали свою принадлежность к трансцендентному, интеллигибельному миру. И вот правилом, которое позволяет сказать, а как же мы должны действовать в нашем земном мире явлений, чувствуя свою в то же время принадлежность к интеллигибельному миру, служит категорический императив. Вот, есть несколько его формулировок, я сейчас вам приведу все эти, ну не все, их, конечно, достаточно много, исследователи выделяют, но, по крайней мере, три важные для моего анализа кантовской философии формулировки категорического императива. Первая формулировка звучит так. «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Ну, идея здесь такова. Человек, прежде чем совершить какое-то действие, должен представить, а могло бы человечество или даже Вселенная, если в ней есть разумные существа, существовать по такому же закону, который я собираюсь применить в качестве максима, то есть в качестве правила своего поведения. Ну, и тут получается, значит, если я, допустим, собираюсь, не дай бог, кого-то обмануть, я, руководствуясь категорическим императивом, должен для себя честно ответить, а смогло бы существовать человечество, если все бы стали друг друга обманывать? Совершенно ясно, что в таком случае человечество существовать не смогло бы, просто потому, что тогда некого было бы обманывать, все были бы обмануты. Значит, получается, что, будучи ответственным перед самим собой за последовательное применение категорического императива, я должен от такого поступка отказаться. Еще одна формулировка – поступай так, как если бы максимум твоего поведения посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы. Вот здесь понятие несколько уточняется, вот, ну, можно обсуждать, насколько Кант последователен, предлагая эту формулировку, вводя такое новое содержательное ограничение, уже не просто всеобщим законом, а всеобщим законом природы. Но эта максимума тоже работает. Например, Кант говорит, такой пример дает, допустим, я хочу совершить самоубийство. И задаю себе вопрос, могла бы природа как таковая существовать, если бы каждое существо в ней добровольно кончало жизнь? Ответ совершенно ясен. Не могла бы существовать, значит, от подобных намерений, от подобных желаний нужно отказаться. Третье максимум – поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого, так же, как к цели, и никогда бы не относился только как к средству. Я обращаю здесь ваше внимание уже тоже на новое содержание. Это отношение отдельного человека к человечеству и к всякому другому человеку. Значит, это уже еще более содержательная формировка, потому что, относясь к человечеству, я должен поставить перед собой какие-то цели, что я должен выполнить перед человечеством. Вот здесь Кант говорит уже о том, что человек имеет определенный долг реализации себя как нравственного существа, и долг этот заключается в том, что каждый человек должен развить в себе все потенции. То есть он не может просто оставаться, допустим, лентяем, хотя в таком случае он напрямую и не ущемляет интересы какого-то другого человека. Но он не может быть таковым, потому что он должен внести свой вклад в реализацию общественного блага. У него есть обязанности перед всем человечеством. И вот этот долг Кант называет долгом, ну что ли, более низкого порядка, по сравнению с тем, который вытекает из первой формулировки категорического императива. Он связан с нашим вкладом в общественное благо и с определением нашей заслуги, что ли. То есть вот мы вкладываем в общественное благо, и это определяет степень нашей заслуги. И в реальном мире, конечно, это может и не совпадать. То есть вы можете сделать больший вклад в общественное благо, но ваша заслуга, как она оценена обществом, то есть, условно говоря, ваше счастье, ваше материальное положение, может быть в эмпирическом мире ниже, чем положение человека, который меньше сделал для человечества, но зато, скажем, получил какое-то наследство, у него большее количество капиталов, он материально более обеспечен. Не надо доказывать, что такие случаи сплошь и рядом в мире встречаются. И это, с точки зрения Канта, свидетельствует о том, что наш мир несовершенен, в котором мы живем. Но, опять же, это потому, что это мир явлений, и именно такое несовершенство тоже заставляет предположить по Канту существование более совершенного мира интеллигибельного и допустить некоторые постулаты практического разума, как Кант говорит, это постулаты Бога, бессмертия души и свободы. Значит, вот Бог, как постулат практического разума, оказывается как раз необходим, потому что только Бог может решить это противоречие. Противоречие, которое человек сам решит не в силах. Между противоречия, связанные с тем, что счастье и заслуга зачастую не совпадают. Но для Бога возможно разрешить это противоречие. Вот, бессмертие души нужно для самой идеи нравственного совершенства, для своей уверенности в нравственном бытии по Канту, то есть для того, чтобы не было никакого предела на пути человеческого совершенствования. Вот, ну и свобода, это тоже постулат практического разума, характеристика интеллигибельного мира, потому что, как я уже сказал, в реальном мире явлений все выглядит как причинно связанное, детерминированное, как то, в чем нет свободы. Но человек не может быть нравственным существом, если он не имеет свободы, свободы своего выбора. Поэтому это понятие также должно быть допущено как постулат свободного разума. Ну и Кант использует разные средства для доказательства вот этих идей. В частности, весьма специфическое такое продолжение своих идей можно видеть в Кант. Кант пытается развить в уже работе критикоспособности суждения, где он анализирует эстетическое отношение человека к действительности. Но в основе эстетического отношения человека к действительности по Канту опять же лежит некоторое подтверждение того, что есть вот единый нравственный закон. То есть Кант задается вопросом, откуда вообще у нас возникает чувство прекрасного, эстетическое чувство. И отвечает на этот вопрос следующим образом. Он отказывается от широко распространенного взгляда, что эстетическое чувство возникает в результате наблюдения природной гармонии какой-то, или гармонии в обществе. Гармоническое сочетание частей в целое, видение этой гармонии, это с точки зрения Канта черта научного мышления. То есть она связана с тем, что предмет подводится под так называемое определенное понятие. А особенность эстетического суждения – это подведение предмета под неопределенное по Канту понятие. То есть по существу понятие, которое не имеет завершения. Потому что если бы понятие имело завершение, то не о чем было бы спорить. Ну а так как относительно эстетических взглядов своих предпочтений о прекрасном и безобразном люди постоянно спорят, то значит это по Канту подведение предмета под неопределенное понятие. Но что же все-таки делает сам спор возможным по Канту? Что определяет возможность нашего спора? Почему мы способны судить о прекрасном? Почему наши взгляды непроизвольны совершенно? По Канту это происходит в результате того, что за различными природными объектами опять же угадывается вот некоторый нравственный закон, который собственно объединяет все эти природные объекты, ну что ли, некоторыми общими целями. И Кант вообще очень большое внимание уделяет вкусу эстетическому, но опять же он подчиняет задачи эстетического воспитания нравственным задачам. Он говорит, что вкус делает возможным как бы переход от чувственного возбуждения к ставшему привычным моральному интересу без какого-либо насильственного скачка. И в этой же работе, и в некоторых других работах, в том числе в работе «Идея истории во всемирно-гражданском плане» Кант как бы подводит итоги своей теории своеобразной, показывая, что все человечество в своем развитии стремится к некоторому совершенству. И в этом процессе участвует божество, как бы здесь уже божество, в определенной степени присутствующее в самих природных объектах. И направляющее человека к определенным целям его развития. Историю человеческого рода в целом, говорит Кант, можно рассматривать как выполнение тайного плана природы, осуществить внутренне и для этой цели также внешне совершенное государственное устройство, как единственное состояние, в котором она может полностью развить все задатки, вложенные ею в человечество. Такое состояние Кант понимал как совершенную политическую организацию, в которой будут устранены войны, в которой будут сохранены все культуры, все народы получат возможность своего полноценного развития. И, собственно, это и есть состояние, которое может быть достигнуто на земле, и которое отвечает возможности полного практического применения что ли категорического императива. Потому что, я думаю, Кант хорошо понимал, что если я к вам с категорическим императивом, а вы, допустим, ко мне с камнем за пазухой, то в преимуществе окажетесь вы, а не я. Но в совершенном обществе такое невозможно, потому что там есть совершенный правопорядок, который исключает возможность того, что даже нравственно неразвитый человек окажется способен причинить какой-то ущерб нравственно развитому человеку. Но вот развитие такое человеческого рода – это как бы еще цели природы, то есть это Бог, растворенный в природных объектах, способствует тому, что человек развивает все свои способности. Что же касается задач самого человека, то они, по Канту, отличны от тех целей, которые преследуют по отношению к нему природы. И это задача для нравственного совершенствования. То есть основная задача человека – это все-таки стать полноценным, совершенным, нравственным существом. И здесь Кант, конечно, демонстрирует себя как сторонник абсолютной морали, как сторонник абсолютной морали, которая подчеркивает, что нравственный мотив является приоритетным мотивом бытия по сравнению со всеми другими мотивами деятельности человека. Иной взгляд сформулирован в философии Гегеля. Его позиция характеризуется не просто историзмом, а именно взаимопроникновением представлений о способах морального мышления с исторической точкой зрения. Гегель смотрит на мораль как бы не с точки зрения отдельного индивида, а с точки зрения существования всего человеческого рода, с точки зрения тех целей, которые человечество достигает в своем развитии, а цели жизни одного человека рассматривает прежде всего с точки зрения того вклада, который он может осуществить в общей цели развития человечества. Поэтому человек по Гегелю как бы необходимо объединяет себя со всем человечеством в своих нравственных желаниях. Добро в себе и для себя, говорит Гегель, есть абсолютная цель мира и долг для субъекта, который должен иметь понимание добра, сделать его своим намерением и осуществлять в своей деятельности. Вот такая позиция заставляет переосмыслить кантовскую мораль. Гегель упрекает Канта в формализме, говорит, что его нравственная воля остается волей, сформулированной только на уровне намерений, что она не знает средств реализации своих нравственных целей. Поэтому кантовская философию, кантовское сознание Гегель называет стадией развития абсолютного духа, которую он характеризует как несчастное сознание. Но поскольку вы, я думаю, уже знаете, что Гегель претендовал на то, что в своей философии он выражает все предшествующее развитие философии, он объемлет всю культуру человечества, завершает ее своей философией, то и кантовскую точку зрения Гегель тоже принимает как свою. Но свою только на определенной стадии развития духа. Значит, о стадии, если говорить о развитии общества, у Гегеля получается в основном три. Это абстрактное право, ранние этапы развития развития человеческого общества. Дальше стадия морали. Вот это, собственно, христианская этика и, может быть, ранее буржуазная. И последнее, это стадия нравственности. Это стадия, которая соответствует уже по Гегель условиям существования прусского государства. Так вот, на стадии абстрактного права человек получает свою реализацию как правовой субъект. То есть он имеет правовую защиту, стремится приобрести собственность. Ну, это обычные характеристики вот права в его исходных определениях. Стадия моральности. Это, собственно, та стадия развития объективного духа, где Гегель описывает кантовскую мораль, связанную со свободой выбора, с реализацией нравственного желания. Но он принимает эту стадию как свою собственную философию, но только, так сказать, видит ее ограниченность. Ограниченность как раз заключается в том, что мораль не опирается здесь ни на какие институты. Мораль не имеет правовой поддержки. И в силу этого возникает нравственный произвол. И, в общем-то, Гегель в определенной степени здесь прав в критике кантовской философии. Она имеет такую формальную слабость. Кроме того, Гегель говорит, что Кант вообще нигде не говорит, что вот можно универсализировать, а что нельзя универсализировать. То есть он берет одну противоположность, универсализирует ее и забывает как бы про другую противоположность. Гегель выступает против понятия естественного закона, говоря, что подъестественным законодателю может казаться естественным, правильным все то, что выгодно ему. Поэтому он пытается предложить здесь другие критерии. И эти другие критерии заключены по существу с точки зрения Гегеля в исторической практике. То есть в той категории, которую он называет дух народа. Дух народа, если в нем какая-то нравственная норма достаточно долго существует, получает историческое подтверждение. Это и есть критерий истинности данной моральной нормы. И окончательное такое историческое подтверждение, окончательное признание совершенства по Гегелю происходит тогда, когда мораль переходит в нравственность. То есть он вводит еще различия между понятиями морали и нравственности. Нравственность – это с точки зрения Гегеля совершенная традиция. Та совершенная традиция, которая возникает с его точки зрения в прусском государстве. Которое было, конечно, несовершенно, как мы уже знаем из исторических источников, из специального социологического анализа. Но с точки зрения Гегеля в этом государстве все практические вопросы уже решены. И далее развитие может происходить уже в сфере так называемого абсолютного духа, то есть в сфере чистого мышления. Практически же человек просто подчиняется здесь совершенным правилам. Вот фактически Гегель демонстрирует здесь утопическое мышление. То есть для всех утопий тоже было характерно представление, что в конце концов возникают совершенные правила, которые менять уже не нужно. Но Гегель сам не понимает, в какое он здесь попадает затруднение, потому что вообще говоря, стимулом развития духа, вот этой абсолютной идеи, у Гегеля является стремление ко все большей свободе. А в итоге получается, что на стадии нравственности свобода полностью устраняется, потому что совершенная традиция не допускает уже никакого дальнейшего изменения. Ну и по существу эта логика рассуждения была продолжена в марксистской философии. Вот, конечно, с определенными изменениями, с более глубокой проработкой вопроса об экономических условиях развития общества. Но ведь вот в марксизме стадия коммунизма это тоже некоторая совершенная стадия, на которой человек руководствуется в своем поведении, только своим нравственным самосознанием. Вот, ну на этом я заканчиваю, собственно, материал данной лекции и предлагаю вам следующие контрольные вопросы. Некоторые термины, которые я использовал в этой лекции эвдемонизм, теория, полагающая стремление к счастью в качестве основного мотива поведения, рационализм, система взглядов, полагающих, что в познании и нравственном поведении основополагающими являются общие понятия, заключенные в человеческом разуме. Сенсуализм, наоборот, апелляция в познании и нравственной жизни к чувствам как наиболее надежному источнику знания. Ну, натурализм в этике – это теория, полагающая возможным обосновать мораль на основе естественных природных желаний индивида. Пантеизм – учение, полагающее, что Бог растворен в природе, присутствует во всех ее объектах, направляя их развитие. Литература, которую я рекомендую к данной лекции. Это работа Гегеля «Философия права», где он говорит как раз о стадии перехода морали в нравственность. Работа, посвященная эпохе Возрождения. Работа «Великие моралисты» и работа Гусейнова-Ирлица «Краткая история этики», которую можно отнести, собственно, ко всему моему курсу, но в особенности к этой лекции. Работа Канта, где он кратко суммирует свои взгляды, основоположения метафизики нравов. Всем вам рекомендую прочитать эту работу. Вот и другие данные здесь работы. Спасибо, благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова